Утро! Сегодня я уже с утра поздравила маму, подарила ей цветы. Также мы задули свечку одну на пироженке. Это очень оригинально, просто доставать торт это было лупо с утра, поэтому только одна свечка на пироженке. Сейчас я иду в машину, заберу некоторые вещи. Насчет зубов. Зубы болят только при накусывании, и, наверное, это все-таки из-за накусочных пломб, потому что они очень удобны. Сейчас забрала из машины, иду домой, сейчас буду завтракать. Мама уже позавтракала, я еще нет, потому что 7 утра, на улице вообще никого нет. Она уже уехала в офис, сейчас время 8.30, в 9 она уже должна быть в своем офисе. Так, а теперь мне осталось выбрать все со стола, подмести, помыть полы. Супер! Сейчас я иду, куплю мороженое, потому что я не знаю, почему мне проспичило поесть мороженое. Сейчас зубы. Нет, не болят. Вообще. То есть, если днем очень сильно болели семерки при накусывании, то сейчас вообще ничего не болит. Вот прям вообще ничего. Только натирает некоторые зубы, и все. Вот. Я не знаю, что еще сказать. Кстати, у меня какое-то странное самочувствие сегодня. С утра встала, меня что-то тошнило. Это никак не связано с брекетами, но такое иногда бывает. Это очень странно. Вот, и поэтому я не ела ни торт, ничего. Я просто ела ягодки и нектарин, когда мы сидели с семьей. А вечером в 9 к нам уже придут друзья мамины. И уже будем сидеть, я думаю, что я смогу торт съесть. Сейчас моя мама закончит урок через 4 минуты, и уже будут приходить гости. То есть, мама заканчивает урок в 9, и в 9 уже собираются гости. Не знаю, до скольки мы там будем сидеть, но я думаю, что недолго, потому что все-таки мама должна рано лечь спать. Как и я. Но это беспроеквестный вариант. 23.59. И сейчас мы будем все убирать, потому что только что ушли гости. Супер. Остался торт, он был такой на самом деле, хотя мы его заказывали в кондитерской, и он должен был быть вкусный, но на самом деле что-то такое средненькое. Такой. Привет, сегодня уже шестой день с брекетами. Я не могла просто оборвать этот влог. Я не знаю, что со мной происходит. Вчера меня тошнило, сегодня меня тоже тошнит, сегодня с утра тошнило. Также очень сильно болит поясница. Я не знаю из-за чего. Я даже не знаю, на что это похоже, потому что у меня нет ни температуры, ни кашля, ничего нет. Только вот так. Насчет зубов. Зубы у меня не болят. Только при накусывании есть маленькая боль в дальних зубах, но она не сильная. Поэтому вот. Если я завтра по какой-то причине не буду снимать, простите меня, пожалуйста. Вот такая вот у меня ситуация. Привет, сегодня суббота. Зубы у меня не болят, но сейчас с утра мы встали и идем ждать анализы, чтобы узнать, что со мной все-таки происходит. Сейчас уже будем выезжать, на самом деле у меня какое-то странное самочувствие, но, наверное, все будет окей. Быстро рассказываю, анализы мы сдали, но у меня выскочила дуга сзади. Не знаю, почему, хотя я ничего не ела. Вот. Мы наконец-таки поняли, что со мной происходит. На протяжении прошлой и этой недели я спала с открытой форточкой прямо на распашку, и у меня в комнате был морозильник. Точнее, не я спала, а форточка просто открывалась и не спрашивала, хочу ли я так спать или нет. Вот. И, походу, меня очень сильно надуло в спину, и из-за этого у меня повышенные анализы некоторые. Вот. И уже в понедельник мы поедем к врачу и начнем какое-то лечение. А завтра у нас будет, опять-таки же, очень интересный день. Кстати, насчет брекетов. У меня съехала дуга на заднем зубе, на семерке. И она выскочила просто так. То есть я даже ничего не ела, она просто выскочила уже в первую неделю. Ребят, сегодня уже ровно неделя с брекетами. Зубы у меня не болят. Кстати, дугу мы вчера вставили. Все хорошо. Сейчас мы едем к маме в стоматологию. Вот. Дорога вспомнила одну вещь. Когда мы лечили все зубы. Мне врач говорил, что там остался еще один зуб Да, и то есть все приключения еще на этом не заканчиваются Но чтобы не фигачить рядом стоящий зуб Его надо довернуть, так как он в принципе стоит неправильно И когда он развернется за счет брекетов Его можно будет спокойно вылечить и не долбить зуб, который стоит рядом Поэтому я надеюсь, что он скоро развернется И мы наконец-таки сможем долечить все Видишь, что мне принесла мама? Пока я болею Я продолжаю учиться в школе гигиены от бегловой аллеи И узнаю очень много нового И советовала она на своих уроках То, что когда носишь брекеты Желательно пользоваться не зубной нитью, а суперфлоссом Поэтому вот мама исполняет мои желания, пока я тут лежу Вот так он выглядит Этот влог я заканчиваю не на очень хорошей ноте Потому что чувствую я себя ужасно Я вся бледная Но я надеюсь, что скоро мы поймем причину моего состояния Поэтому с вами была я, Полина Вернер И всем пока-пока Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok